Сегодня у нас занятие номер 4 из цикла «Основы технического анализа». Мы обсуждаем осциллирующие индикаторы. Напомню также, что занятие номер 5, еще раз напомню, состоится 25 октября. Мы будем изучать применение уровней Фибоначчи. Роман скидывал ссылку в чат на наше следующее мероприятие. Можно на него зарегистрироваться, очень рекомендую на него зарегистрироваться. Если вы хотите вместе с нами изучать технический анализ. Друзья, слышно хорошо? Давайте еще уточним момент такой вот технический. Нет ли каких-то помех, не нужно ли отрегулировать звук? Слышно хорошо? Супер! Замечательно! Ну все, тогда времени терять не будем. Еще раз прошу прощения за нашу техническую задержку. Итак, друзья, давайте мы начнем наш разговор с того, что вспомним, какие вообще индикаторы у нас бывают. На нашей прошедшей встрече мы с вами рассматривали трендовые индикаторы и узнали, что это именно те инструменты, которые позволяют нам сориентироваться в рынке, если на нем присутствует ярко выраженный тренд. То есть, например, если мы видим, что рынок уверенно растет, если мы смотрим на японские сферы и видим, что на протяжении определенного количества периодов у нас есть уверенная тенденция зеленых или белых, да, в другой вариации, свечей больше существенно, чем свечей красных или черных. В другой вариации у нас есть тренд, и, соответственно, здесь мы можем без особенного беспокойства использовать трендовые индикаторы. Они показывают силу тренда, они показывают, в какой фазе тренд в настоящий момент находится и показывают, есть ли у нас какие-то основания для беспокойства, основания для того, чтобы нашу стратегию пересматривать или нет. То есть, например, если мы сделали все правильно, вошли в рынок, когда, например, восходящий тренд только зарождался, мы сидим в рынке, мы ничего не делаем, наблюдаем за трендовыми индикаторами, и как только трендовые индикаторы дают нам некие тревожные сигналы, например, напомню, мы можем пользоваться скользящими средними, мы можем смотреть, как они ведут себя по отношению к цене или по отношению друг к другу. Например, если скользящая средняя с более маленьким периодом пересекает среднюю с более длительным периодом, то здесь уже мы начинаем задумываться о том, что, возможно, с рынком что-то не совсем хорошо, и, возможно, из позиции нужно аккуратненько выходить для того, чтобы получить максимальную прибыль. Но далеко не всегда на рынке у нас есть такая идеальная картина. Очень часто мы с вами имеем ситуацию, которая является абсолютно неопределенной, это либо боковой диапазон, когда рынок у нас не формирует новые максимумы и минимумы, но находится вот в таком вот флэдовом состоянии, какая-то вот идет, как это называют трейдеры, болтанка, никакой четкости, никакой определенности, ответить на вопрос, какой у нас тренд, возможности нет, и при таком состоянии рынка трендовые индикаторы могут только навредить, потому что мы смотрим на наши скользящие средние, на наши там параболики, линии Боллинджера и другие индикаторы, и понимаем, что, ну, фактически сигналов много, они какие-то все совершенно разноречивые, и если пытаться им всем последовать, то можно запутаться и очень сильно разочароваться вообще в техническом анализе. Дело в том, что во флэдовом состоянии рынка трендовые индикаторы в большинстве ситуаций не работают вообще, это нужно принять как данность, и здесь нам на помощь, помимо других инструментов, таких как наши любимые японские свечи, графические фигуры, приходят индикаторы осциллирующие. Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что это такое, какие они бывают, чем они могут быть нам полезны, и также потратим время на анализ текущей ситуации на рынке, посмотрим на основные пары, и попробуем делать наши выводы на основании осцилляторов, и плюс в комбинации с другими инструментами, которые мы с вами уже владеем, чтобы наши знания не просто складывались на полочку, а все-таки мы понимали, как их применять. Также я напомню, что есть у нас и третья группа индикаторов, это прочие индикаторы, к ним у нас относятся и уровни Фибоначчи, и разнообразные другие инструменты, например, группу индикаторов и Шиноку можно также сюда отнести, об этом и обо всем мы с вами еще обязательно поговорим на наших следующих занятиях, я надеюсь, что вам будет полезно и интересно. Итак, едем, друзья, дальше. Зачем же нам все-таки нужны осциллирующие индикаторы? Ну, есть у нас здесь такой момент. Трендовые индикаторы позволяют нам оценить темп тренда, позволяют нам понять, в каком состоянии в настоящий момент тренд находится. Я думаю, что в теории это немножко сложно воспринять, поэтому, по-моему, об этом мы несколько подробнее поговорим, уже когда мы перейдем к практической части нашего занятия. Но, что мне хотелось бы отметить? Мне хотелось бы отметить, что если трендовые индикаторы у нас добавляются, как правило, на график, то есть они у нас каким-то образом взаимодействуют с ценой, и здесь мы уже с вами разобрались, как их использовать, то осциллирующие индикаторы, как правило, в большинстве случаев отражаются под графиком. Автоматически они у нас добавляются над объемами, если вы тиковые объемы применяете. И здесь, в общем-то, что нам нужно понять? Что у осциллирующих индикаторов, как правило, есть собственная шкала измерения. То есть если трендовые индикаторы фактически у нас находятся в тех же координатах, что и цена, потому что они у нас в том же окне, то с осцилляторами история другая. Как правило, почти в 99% случаев осциллирующие индикаторы имеют свою собственную шкалу измерения. Эта шкала, как правило, у нас заключена в диапазоне от 0 до 100. И таким образом мы смотрим, как в этом диапазоне осциллирующий индикатор ходит. И в зависимости от того, на каком уровне в настоящий момент он находится, мы делаем наши выводы и сигналы осцилляторов пытаемся интерпретировать. У нас у практически каждого осциллятора есть три диапазона. Есть у нас диапазон нейтральный или по-другому он у нас называется нормальный. Здесь есть у нас несколько вариаций, там зависит от индикаторов, но, как правило, это либо от 20 до 80, либо от 30 до 70, если мы берем более узкий диапазон. Вот это вот нормальная зона, нормальная зона осциллятора, которая говорит о том, что сейчас на рынке все спокойно, все развивается так, как развивается, и никаких сигналов на смену направления мы не получаем. И есть у нас две другие зоны, которые для нас как раз наиболее интересны, когда мы работаем с осцилляторами. Это зона выше 70 или 80, то есть от 70 до 100, например. Это у нас называется зона перекупленности. О том, что это такое, как с ней работать, с чем ее едят, мы с вами сейчас поговорим. И есть у нас зона от, допустим, 30 или 20, зависит от индикатора и от вашего конкретного подхода, от 30 до 0, это зона перепроданности, вот это третья зона, которая у нас есть, когда мы работаем с осцилляющими индикаторами. Давайте разбираться, что такое перекупленность и что такое перепроданность. Итак, перекупленность – это ситуация рынка, состояние рынка, когда цена у нас находится в верхней границе текущего ценового диапазона и, соответственно, имеет предрасположенность к коррекции. Перепроданность – это ситуация, когда актив, ну вот как у меня написано на слайде, скребет по дну текущего диапазона и, соответственно, имеет вероятность от кока наверх. Итак, сейчас вот перед вами вы видите график осциллятора. Кстати говоря, с латыни название этой группы индикаторов переводится как «качающийся», «колеблющийся», что мы, собственно говоря, и наблюдаем здесь. Чтобы вам было несколько понятнее то, о чем мы говорим, сейчас перед вами я вывожу график пары евро-доллар, график, потому что достаточно не новый, но он позволяет нам увидеть, собственно, как выглядит осциллятор в реальной жизни и как мы могли бы его применять. Я надеюсь, что у нас все по-прежнему хорошо, да, с техническими моментами. Если какие-то у вас вопросы возникают, пишите в чат, если хотите комментарии высказать, тоже пишите в чат, но, друзья, напомню, да, сразу, что мы вопросы с вами оставляем на конец для того, чтобы у нас была более такая вот слаженная картинка, чтобы у нас получился стройный рассказ и понятный. Ага, все окей, супер, замечательно. Итак, перед вами график пары евро-доллар, мы видим график японских свечей, и вот как раз под графиком у нас расположился осциллярующий индикатор. Это у нас индикатор стахастик, чуть-чуть подробнее, да, попозже мы об этом индикаторе поговорим, поговорим о том, как он используется, из чего он состоит, но здесь, что для нас особенно важно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, нам важно понять, что осциллятор добавляется под график, мы это видим, и мы также видим, что он колеблется в диапазоне от 0 до 100. На графике мы прекрасно видим вот эти вот самые три зоны, о которых я говорю. Нейтральная зона, ну, вот здесь это как раз от 20 до 80, у нас в этом индикаторе автоматически так настроено. Это у нас зона нейтральная, зона нормальная, зона, в которой мы, ну, фактически никаких, не получаем ярко выраженных сигналов, зона, в которой мы понимаем, что у нас есть там некое локальное движение, некий локальный тренд, пусть и не очень долгосрочный, но тем не менее. И в этой зоне мы никаких сигналов не получаем. А вот когда мы выходим либо в верхнюю зону от 80 до 100, либо в нижнюю зону от 20 до 0, то мы уже можем говорить о перекупленности и перепроданности. Посмотрите, как правило, у нас попадание индикаторов в эти зоны совпадает с локальными максимумами и минимумами на графике. То есть, например, мы видим, что у нас пара евро-доллар находилась в локальном нисходящем диапазоне. Это на самом деле тренд здесь не очень долгосрочный, но тем не менее, у него какое-то такое локальное движение есть. Но мы видим, что, в принципе, тут у нас такая больше боковая история. Нету, да, какой-то прямо вот такой долгосрочной, мощной направленности в определенном направлении. И, соответственно, мы видим, что у нас цена снижалась, снижалась, снижалась. Было достаточно у нас много красных свечей подряд. Затем мы пришли к определенному уровню. И здесь мы, кстати говоря, увидели вот эту вот японскую свечу с длинной нижней тенью и относительно маленьким красным телом, что нам намекает на то, что, возможно, рынок уже устал снижаться и требуется ему передышка. Тогда нам на помощь приходит осциллятор. Мы добавляем его на график и смотрим, какие же сигналы у нас есть здесь. И вот действительно мы видим, что осциллятор показывает нам, что цена пришла в зону перепроданности. И вот эта история намекает нам на то, что, возможно, действительно готовится разворот рынка. Если мы увидели, что цена ушла в зону перепроданности, это абсолютно не значит, что нужно вот прям сразу кидаться и открывать позиции на покупку. Я всегда призываю дождаться подтверждения любого сигнала. Здесь, безусловно, у нас первая ласточка была в виде вот этой японской свечи, но это далеко еще не все, это далеко недостаточно. Поэтому здесь, конечно, нам нужно дождаться там одной из следующих свечей и посмотреть, что происходит с рынком дальше. Вот вижу вопросы по поводу таймфреймов и по поводу настроек. Настройки, друзья, я бы рекомендовала в большинстве случаев брать автоматические, потому что, ну, все-таки не просто так они придуманы. Когда мы добавляем этикатор на график в нашем терминале MT4, у нас там есть уже автоматические настройки, которые позволяют нам пользоваться ими. Поэтому, когда мы только начинаем работать с осцилляторами, да и с другими индикаторами, предлагаю брать стандартные настройки. Дальше, если что-то не нравится, если кажется, что осциллятор там слишком медленный, слишком быстрый, то периоды можно подкорректировать. Но все-таки вот для начала рекомендую взять стандартные настройки, потому что иначе вы рискуете просто запутаться во всех вот этих вот перемещениях периодов, потому что вы это делаете, вы не совсем можете понять, как бы хорошо, плохо, да, то, что вы делаете, правильно, неправильно. Поэтому здесь начинаем со стандарта, дальше уже корректируем, если такая необходимость действительно вами ощущается, если видите, что она совсем не попадает. Вот. Ну, это вот перед вами пример применения осциллятора. Вот. Это то, что касается зоны перекупленности, перепроданности. Далее, второй момент. Мы рассматриваем сигнал исхождения или расхождения, то есть дивергенции или конвергенции. Пожалуй, я вам сразу покажу график, чтобы не захламлять немножечко наш разговор, да, лишний какой-то теории. Перед вами график торгового инструмента и перед вами осциллятор в боксе внизу. На данный момент у нас здесь используется осциллятор RSI, индекс относительной силы. Здесь перед вами на графике пример дивергенции, абсолютно классический. Дивергенция – это расхождение. Цена образует на графике новый максимум. Посмотрите, вот у нас здесь был максимум локальный, и по осциллятору тоже был максимум. Кстати говоря, он располагался у нас в зоне перекупленности, что говорит нам о том, что вот был некий тут сигнал на то, что рынку требуется коррекция. Но этот сигнал был достаточно локальный, эта коррекция, вот она была здесь отработана. Потом рынок все-таки продолжил движение наверх, и мы видим, что на графике у нас образовался новый максимум. Вот он выше, чем максимум предыдущий. Если мы их соединим. Линии стандартные, то увидим, что действительно есть такой вот локальный растущий тренд. Но посмотрите, на графике осциллятора у нас эта история абсолютно не подтвердилась. Вот этот локальный максимум у нас не подтвердился, потому что вот здесь у нас уже более низкий максимум был на графике сформирован. Мы соединяем его линии для наглядности и видим, что у нас есть расхождение. То есть у нас есть ситуация, когда на графике цены есть новый хай, а на графике осциллятора нового хая нет. Конвергенция – это история обратная, это история, когда на графике цены у нас образуется новый последовательный минимум, то есть новый минимум ниже предыдущего минимума. А на графике осциллятора у нас образуется новый максимум. То есть таким образом, если вот здесь у нас расхождение вот этих вот наших линий, то когда у нас будет история с конвергенцией, у нас будет схождение вот этих линий, они будут стремиться друг к другу, стремиться пересечься. На каком таймфрейме лучше отслеживать дивергенции? Друзья, ну вот по поводу таймфреймов. Мое личное мнение, не претендую на какую-то истину, но на мой взгляд, все-таки любой индикатор лучше работает на более долгосрочном графике. Чем меньше таймфрейм, тем больше вероятность получения ложных сигналов. Поэтому, в принципе, конечно, намного сильнее сигналы на долгосрочных график. Например, дневной, недельный, это уже все-таки более взвешенные сигналы, они долго отрабатываются, участники рынка долго зреют на то, чтобы им последовать. И, как правило, такие движения имеют большую накопительную силу, накопительный эффект, больше людей к ним присоединяется, и в результате вероятность отработки значительно выше. Но, тем не менее, это не значит, что вы не можете использовать те же самые индикаторы на более мелких таймфреймах. Нет, здесь все тоже абсолютно имеет право на существование. Ну, собственно, вот здесь вот мы все с вами самое основное уже обсудили. Но также хотела бы обратить ваше внимание на то, что не обязательно нам использовать осцилляторы только на флетовом рынке, когда у нас рынок находится в боковом состоянии. Также, когда у нас есть ярко выраженный тренд, осцилляторы тоже могут принести нам пользу. То есть, фактически, можно сказать, что они являются более многофункциональными инструментами, чем трендовые индикаторы. Как это работает? Я очень люблю применять осциллятор индекса относительной силы на трендовом рынке, когда у нас есть ярко выраженное сильное движение. Например, есть уверенный, восходящий тренд, какой-то новый пик, и возникает сомнение, а не является ли рынок уже сильно перекупленным. Тогда мы добавляем индикатор RSI и смотрим, нет ли у нас перехода в чрезмерно перекупленную территорию. Если он есть, то, возможно, мы получили только что намек на то, что нам требуется коррекция вниз. Но здесь будьте внимательны. Осциллятор не дает нам сигнал на разворот. В отличие от тех же графических моделей, в отличие от тех же трендовых индикаторов, осциллятор не дает нам сигнал на разворот. Он не имеет такого функционала. Осциллятор, как правило, дает нам сигнал именно на коррекцию рынка. Вот это важный момент. А что будет дальше, уже будет зависеть от других факторов. Как это применять? Доберемся до графиков, поищем с вами вместе хорошие сигналы. Какие плюсы и минусы есть у осцилляторов? Коротко пробежимся. Ну, вот опережающий характер сигналов, это такая общепринятая фраза, на самом деле, не могу я до конца разделить это утверждение. Осцилляторы вообще часто называют опережающими индикаторами, но на самом деле любой индикатор так или иначе от рынка немного отстает. Но другое дело, что трендовые индикаторы иногда называют индикаторами отстающими, осцилляторы называют индикаторами опережающими. Ну, предполагается, что трендовые индикаторы действительно дают нам информацию о прошлом состоянии рынка. То есть, например, вот та же скользящая средняя, возьмем базовый пример, она анализирует то, как рынок себя вел на протяжении последних там N-периодов. И, соответственно, просто показывает нам, что вот такой тренд у нас есть, мы можем его за счет индикатора сгладить и более доступным образом проанализировать. Это вот якобы информация о прошлом, поэтому это индикатор отстающий. У осцилляторов вот нет такой особенности, поэтому вот некоторые говорят так. Но спорное утверждение, да, тем не менее, мы его все-таки для себя отметили. Разнообразие сигналов, относительная простота в использовании, гибкость настроек. Недостатки. Частые ложные сигналы при переходе в тренду – это вот как раз то, о чем я говорю. Осцилляторы хорошо нам говорят о грядущей коррекции, но не дают нам ярко выраженного подтверждения разворотом. И здесь мы можем получить довольно большое количество сигналов обманных. Ну и второй момент – это отсутствие граальных настроек. Ну, в общем-то, опять же, это недостаток, который характерен для большинства вообще индикаторов. Здесь нужно действительно пробовать стандартные настройки. Если что-то не нравится, если кажется, что хотите там больше получить от этого индикатора, то можно уже дальше в настройках копаться и попытаться что-то подстроить под себя. Но когда вам пытаются продать, друзья, на просторах интернета какую-то такую дорогую и сомнительную торговую систему, ну, там, на базе любых индикаторов, которые вот якобы позволят вам получать стопроцентную прибыль на рынке без ложных сигналов, и стоит это всего лишь одну тысячу долларов по спеццене от гуру финансовых рынков с десятилетним опытом работы без единого месяца в просадке, ну, я бы рекомендовала насторожиться, когда вы видите такую рекламу. Рынок – это живой организм, люди ошибаются, да что там, и роботы тоже ошибаются, алгоритмы. К этому нужно относиться адекватно, и не нужно искать вот каких-то таких универсальных лекарств. Их не существует, а если вам пытаются их продать, то, скорее всего, вас держат за блоком. Не ведитесь. Так, и, в принципе, я уже вот с теоретической частью закончила. Давайте вот перечислим несколько основных осцилляторов. Это индекс относительной силы, Relative Strength Index или RSI по-другому. Это стахастик, это MACD, Moving Average Convergence Divergence, то есть схождение или расхождение скользящих средних. Ну и другие осцилляторы, моментум, скорость изменения и огромное количество других инструментов. Сегодня мы рассмотрим три первых и посмотрим, как... Сейчас перед вами график пары австралийский доллар, американский доллар. Это терминал MetaTrader 4, компания Admiral Markets, безусловно. И давайте начнем разбираться по порядку. Предлагаю начать с индикатора индекса относительной силы. Я пока удалю все, что у меня здесь есть. Перед вами просто чистый свечной график, безо всяких индикаторов. Сейчас у меня открыт недельный график. Мы видим, что по паре австралийский доллар и американский доллар на протяжении нескольких месяцев, в общем-то, с весны по конец лета 2017 года наблюдался восходящий тренд. Однако осенью ситуация начала меняться потихонечку. И мы видим, что рынок перешел постепенно в такую нисходящую направленность. Уже четыре недели подряд у нас формируются красные недельные свечи. Это достаточно сильный сигнал. Если говорить о графических фигурах, то на графике вы можете увидеть, возможно, уже знакомую вам фигуру. Я очень попрошу тех, кто с нами был на прошлых занятиях, высказать свои предположения, что это за фигура, какую информацию она нам дает. Будем стараться применять наши знания на практике. Так, фигура флаг. Ну, вот здесь я позволю себе все же не согласиться. На мой взгляд, это разворотная фигура технического анализа. Двойная вершина. Да, все верно, все верно. Все замечательно. Мы с вами видим график. И мы с вами видим индикатор RSI. Давайте еще раз я продублирую, как мы добавляли индикатор на график, кнопка вставка в панели инструментов, индикаторы, осцилляторы. И выбираем индикатор Relative Strength Index, RSI, по-русски индекс относительной силы. Нажимаем. Переходим в настройки. Стандартные настройки вполне меня устраивают. Период 14, я себе сделала его зелененьким, я сделала линию чуть-чуть более жирной для того, чтобы было наглядно. Применяем к цене закрытия, нажимаем ОК, добавляем индикатор на график. Вот он. Ну, вернее, не на график, а под графиком он у нас возник. И, друзья, что мы видим? Мы видим здесь двойную вершину, которую вы мастерски отметили. Но мы видим, что сейчас мы находимся в фазе неопределенности. И мы попробуем обратиться к исцелирующим индикаторам для того, чтобы они дали нам ответ на вопрос, что же будет дальше. Вот она, линия шеи. Я выделила ее сиреневым цветом. И посмотрите, друзья, первое, что бросается нам в глаза, когда у нас открыт недельный график, это расхождение в цене и в осцилляторе. Та самая дивергенция, которую мы с вами обсуждали в теоретической части. Вот он, новый максимум на графике цены, но по осциллятору он у нас подтвержден не был. Он не был подтвержден, и это, в общем-то, является сигналом о том, что у нас здесь есть предпосылки для снижения, для коррекционного снижения. Что еще? Давайте посмотрим, как ведет себя осциллятор RSI на других графиках. Ну, давайте посмотрим на совсем крупный период. Вот он, пожалуйста, месячный график. Здесь у нас, мы видим, что в целом все находится в достаточно здоровом состоянии. Мы находимся в нейтральном диапазоне. Но посмотрите, чтобы понять, как работают у нас зоны перекупленности и перепроданности, посмотрите, мы торгуемся достаточно широко. Здесь это график у нас с 2006 года. И даже на месячном графике осциллятор дает нам очень хорошо понимать, когда рынок достигает своих перекупленных и перепроданных значений. То есть посмотрите, вот здесь у нас был некий тренд, потом мы подошли к зоне перекупленности. Мы какое-то время в ней поторговались, и затем началось снижение. То есть мы должны были вернуться в нормальный диапазон. Вот он, мы вернулись. Затем мы приблизились к зоне перепроданности, это отметка 30. Мы в районе этой зоны тоже какое-то время провели. И мы видим, что рынок действительно не заставил себя долго ждать и развернулся наверх. Дальше торговались, торговались. Мы видим, что здесь у нас был рост, но мы пока никуда еще не уперлись. Это значит, что в целом, в долгосрочном периоде, это месячный график, мы все сигналы интерпретируем с точки зрения долгосрочного анализа. Не то, что будет там завтра, послезавтра или через неделю, а то, что будет в перспективе нескольких месяцев. Месячный график интересует именно тех, кто инвестирует на срок от 6 месяцев. И далее в ситуации с валютами это также возможно. И, соответственно, мы видим, что здесь мы никуда не уперлись. Там пошла небольшая коррекция, но в целом нам было куда расти. И уже только вот здесь, в феврале 2011 года, мы снова пришли к зоне перекупленности. Вот он, пик на графике, и действительно осциллятор RSI, индекс относительной силы, нам намекнул на то, что, возможно, рынок пришел к своим границам. Мы смотрим на то, что происходит на графике, и мы действительно видим, что этот сценарий начинает отрабатываться. Дальше торговались, торговались, и снова, смотрите, вот здесь уже в октябре 2015 года мы сели на зону перепроданности, да, соответственно, причем индикатор нам давал более ранние сигналы, чем мы получили сигналы от, собственно, ценового графика. Сигналы от ценового графика мы получили, ну, фактически вот здесь, и вот она мощная зеленая свеча уже вот в 2016 году, да, я думаю, это февраль 2016, а, март, март 2016. А осциллятор нам сигнализировал о том, что дно где-то рядом задолго до этого. Друзья, когда мы с вами говорим, безусловно, об анализе других, когда мы с вами говорим об анализе любого финансового инструмента, нам обязательно нужно помнить, что есть у нас также и фундаментальный анализ. С точки зрения вот долгосрочной, да, аналитики, когда мы говорим, например, о паре австралийский доллар и американский доллар, что мы должны учитывать? Ну, в первую очередь, как и по всем валютным парам, это история с процентной ставкой ФРС. И вот как раз с 2015 года на рынке начались разговоры о том, что Федрезерв планирует ужесточить монетарную политику. Эти разговоры постепенно нарастали, и чем выше процентная ставка ФРС, чем выше ожидание относительно того, что долларов в мировой экономике, условно говоря, станет меньше, и они станут менее доступными, тем они, соответственно, дороже стоят. Это у нас фундаментальный такой вот закон фундаментального анализа, прошу прощения за тастологию. И, в общем-то, с долгосрочной точки зрения, это как раз то, что мы с вами наблюдаем на графике. А осциллирующий индикатор нам здесь выступает в роли, безусловно, вот такой вот хорошей и достаточно наглядной поддержки. Это то, что касается индикатора RSI. Давайте посмотрим на других графиках по австралийцу. Это я сейчас открыла. Дневной график. Вот вижу в чате вопрос относительно того, что... Так, 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 так. Сейчас все прощения. Хорошо. Это у нас перед нами дневной график той же самой пары австралийский доллар и американский доллар. Я выбрала ее просто для примера. Тот же самый индикатор мы можем с вами использовать и в других ситуациях. Итак, здесь вот то же самое. Мы с вами можем достаточно хорошо и наглядно отследить дивергенцию. Я вот видела в чате вопрос о том, что не очень было понятно, что это такое. Да, в общем-то, ничего сложного здесь нет. Давайте еще раз посмотрим, да, просто в более приближенном масштабе. Есть у нас пик номер один июля 2017 года. Есть у нас пик номер два. Это сентябрь 2017 года. Японские свечи очень говорящие. Посмотрите, вот здесь вот повешенный образовался в классическом виде. Видите, это двойная вершина, да, второй пик выше, чем первый. Мы соединяем пики сигнальной линии. Еще раз покажу, как это мы делаем. Мы нажимаем на рисование трендовой линии и вот так вот ее растягиваем, растянули. Такая здесь вот получилась у нас растущая штука. Вот это сиреневая линия. Давайте для наглядности, давайте мы сделаем ее не сиреневой, а, не знаю, красной. Вот она, линия шеи красная. И дальше мы смотрим, как ведет себя индикатор RSI. Здесь был пик, а здесь-то его нет. Соответственно, здесь у нас есть растущая тенденция, а здесь растущей тенденции нет. И это нам говорит о том, что у нас есть намек на то, что продолжать вот это вот восходящее движение рынок не намерен. Вот она сильная, абсолютно сильная дивергенция, на которую мы всегда обращаем внимание. Это вот то, что касается использования индикатора RSI. На график H4 точно так же мы можем с вами спуститься. Здесь у нас каждая японская свеча отвечает за конкретный маленький период. Ну, то же самое, да, здесь мы получаем сигналы о перекупленности, перепроданности. Вот совершенно недавняя история. 5 октября локальный минимум, который был подтвержден индикатором RSI. То есть он действительно нам говорит о том, что у нас есть локальная перепроданность. Мы ушли ниже 30-ки. Вот у нас здесь вот дно на графике. И вот здесь же у нас дно по индикатору. Здесь у нас, в принципе, все совпадает. Но просто вот индикатор подтвердил лишний раз, что вполне возможно рынок готовится к развороту. Это то, что мы вот здесь вот наблюдаем. Да, такая локальная история. Локальная история. Но если мы вернемся на график дневной, то мы еще раз, да, увидим, что это локальная история. Локальная история пока абсолютно ничем не является подтвержденной. То есть вот этот сигнал у нас уже был отработан рынком. Мы пошли в рост. Теперь мы уперлись в наше локальное сопротивление. Вот это и есть линия шеи. Мы возвращаемся на дневной график и видим, что мы уперлись в линию шеи. Это традиционный оскок, о котором мы с вами на прошлых занятиях говорили неоднократно. Если пропустили, можете вернуться в занятия «Японские свечи» и «Драфический анализ», это вебинар номер один, номер два, и эту историю у себя в голове уложить. Но если говорить коротко, то мы пробили линию поддержки. Теперь она выступает в роли сопротивления. И, как правило, рынку требуется небольшая передышка, небольшая коррекция, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. Пока большая вероятность того, что продолжится снижение, чем дальнейший рост. У меня мнение такое. Я вот здесь вот нахожусь в стане медведей. Хорошо. И очень надеюсь, что все хорошо. Итак, друзья, поехали. Три варианта использования гистограммы МАГДИ. Вот она у нас под графиком. Давайте я удалю окно индикатора и еще раз добавлю график. Вставка, индикаторы, осцилляторы, МАГДИ. Все хорошо. Окей. Добавился. 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 Все супер. Хорошо. И что мы имеем? У нас есть три области применения МАГДИ. Область первая. Это поведение гистограммы относительно сигнальной линии. Гистограмма – это зеленые столбики. Сигнальная линия – это у нас красная скользящая средняя. Если зеленые столбики пересекают сигнальную линию, это может стать сигналом на смену тренда. На четырехчасовом графике пары британский фунт, американский доллар мы с вами видим, что у нас рынок достиг определенного достаточно низкого уровня. И мы смотрим на график МАГДИ и видим, что действительно гистограмма пересекает, то есть более быстрая гистограмма пересекает более медленную сигнальную линию наверх. Вот они, да, столбики сокращаются, а сигнальная линия отстает. Это сигнал, и мы видим, что он действительно на графике отработался. Так, все у нас хорошо, да? И это прекрасно. Следующая история – это поведение гистограммы относительно нуля. Еще раз напомню, что осциллятор МАГДИ – это один из немногих осцилляторов, который у нас торгуется не в диапазоне от нуля до ста, а торгуется вокруг нулевой отметки. И мы видим, что столбики гистограммы возрастают выше нуля, пересекают нулевую отметку. Посмотрите. Вот, да, что происходит. Пересекают нулевую отметку. И это говорит нам о том, что рынок вполне возможно готовится к тому, чтобы свое движение разогнать дальше в сторону роста. Мы с вами, если построим линию тренда вот здесь вот, да, по нашему нисходящему тренду, ну, она будет выглядеть как-то вот таким образом, мы с вами увидим, что мы пересекли линию тренда и сейчас консолидируемся чуть-чуть выше нее. Пока вот у нас нет ярко выраженного сигнала на пробой, но если обратить внимание именно на поведение гистограммы, то здесь у нас действительно есть сигнал на разворот. Я бы не рекомендовала радоваться слишком рано, у нас впереди сопротивление, отметка 132.30 примерно, да, и пока мы вот эту отметку наверх не пересечем, конечно, ярко выраженного сигнала четкого на разворот наверх у нас не будет. Но шансы достаточно великим такого развития событий. Второе применение, да, первое применение – поведение сигнальной линии, гистограммы относительно сигнальной линии, вторая история – это поведение гистограммы относительно нулевой отметки. Третья история – это схождение и расхождение. Посмотрите, вот он, четырехчасовой график, чуть-чуть на историю, да, посмотрим. Вот здесь у нас были растущие пики, здесь у нас растущих пиков не было. И это стало для нас сигналом о том, что рынок просит коррекции вниз, что, собственно говоря, у нас дальше и происходило на протяжении последнего месяца. Так, сейчас я вернусь в чат. Я очень надеюсь, что вы живы, да, и что все, что нужно, нам было видно. Супер, хорошо. Понятно более или менее по МАГДИ, друзья? Стараюсь максимально понятно, доступно рассказывать, чтобы вы могли самостоятельно индикатор также пробовать и применять. Ага, замечательно, хорошо. Хорошо, замечательно. Так, друзья, ну и давайте буквально вот еще пару минут потратим на индикатор стахастик. Разберем его структуру, тогда уже не будем прям очень глубоко в него уходить, но тем не менее расскажу вам, из чего он состоит, как он может быть применен. Перейдем на другой график, тоже я сотру все индикаторы. Перед вами сейчас график пары евро, американский доллар. Ну, сейчас это дневной график, мы видим, что последние несколько дней европейская валюта у нас растет. Кстати, вот видела вопросы в чате относительно протоколов ФРС, я, кстати, думаю, что вот эти все новости могут стать для нас разочарованием, разочарованием для доллара, так как на последнем сентябрьском заседании ФРС у нас еще не было большого количества информации, и в том числе не было данных по рынку труда позитивных для доллара по итогу, которые у нас вышли в минувшую пятницу. Поэтому я думаю, что протокол будет носить у нас менее истребильный характер, что приведет к коррекции американского доллара. Но в целом, в долгосрочной перспективе, я на доллар смотрю очень хорошо на конец 2017 года по всем фронтам. Я думаю, что у нас будет укрепление серьезное, и евро-доллар, я думаю, что пойдет вниз, потому как расхождение в монетарных политиках ФРС, да, и других центров банков становится все более и более очевидным. Разница, пожалуй, вернее, исключение, пожалуй, это только Банк Англии на данный момент. Банк Англии и Банк Новой Зеландии, возможно. Вот это вот валюты, по отношению к которым доллар может быть несколько слабее. Так, ну, все, давайте финальный аккорд, и я вас отпускаю. Добавляем на график стахастик. Индикаторы, осцилляторы. И находим стахастик. Вот он самый первый. И давайте сделаем тоже немножко потолще нашей линии. Посмотрите, у нас здесь есть главная линия, которая также у нас называется КА. Это непрерывная зеленая линия. И у нас с вами также есть сигнальная линия, красная линия, она у нас более быстрая. Добавляем и получаем вот такую вот историю. Так, мне вот единственное, что не нравится, мне хочется, чтобы красная линия была пунктирной. Так, немножечко. Чтобы красная линия была пунктирной. Вот она пунктирная. Мы с вами получили осциллятор стахастик. Еще раз. Зеленая линия – это дельта К. Красная линия – это у нас Дэшка. Это у нас Дэшка. Глубоко тогда уходить в этот индикатор мы с вами не будем, но я вам расскажу о том, в чем может быть его смысл, как мы можем его применять. Здесь все тоже достаточно интуитивно. Первый вариант – это истории с уходом в зону перекупленности, перепроданности. Мы наблюдаем это на графиках повсеместно. Вот посмотрите, когда у нас наши линии поднимаются слишком высоко или опускаются слишком низко, это опережающий сигнал о том, что рынок у нас может быть развернут. Кстати, вы просили пример конвергенции. Это уже второе применение индикатора. Смотрите, на графике цены у нас новый минимум, а вот на графике осциллятора нового минимума у нас нет. Это и есть конвергенция или схождение. Вот они стремятся друг к другу. И третий вариант применения – это взаимное поведение двух линий. А и Д. И мы видим, что у нас вот в этой нашей ситуации зеленая линия оказывается более быстрой. Она более быстро реагирует на изменение цены. И, соответственно, мы с вами смотрим, если зеленая линия пересекает пунктирную красную линию, то, возможно, это сигнал на локальный разворот. Если вы посмотрите на то, как соотносится взаимное пересечение двух линий с изменением цены, то увидите, что эти сигналы действительно очень часто оказываются эффективными. Сейчас вот здесь у нас поступает сигнал о том, что рынок находится в перекупленной территории, и, возможно, нам требуется коррекция вниз по евро-доллару. Вот это те сигналы, которые нам стахастик выдает. Если мы вернемся, например, на недельный график, то увидим здесь дивергенцию классическую. Вот у нас был рост, который вообще не подтверждался поведением стахастика. И, кроме того, он уже давно и плотно находился у нас в 80-100 пунктовом диапазоне, что говорило нам о перекупленности. Но это уже дело минувших дней. Ну, а так, в целом, здесь, конечно, сигнал у нас на пока продолжение нисходящего тренда. Никаких сигналов на перепроданность на недельном графике у нас в настоящий момент времени нет. Поэтому по евро-доллару, по всем показателям мы можем говорить о том, что рынок у нас здесь, в общем-то, готовится к снижению по евро-доллару достаточно долгосрочным. Это моя позиция. Ну, и, друзья, мы с вами действительно уже достаточно сильно задерживаемся.